Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и на продаже появился новый набор из двух восьмерок, годность которых стоит под очень большим знаком вопроса, хотя недавно у себя в комментариях под видео я встречал коммент с вопросом, когда появится Lorraine на продаже, потому что очень сильно хочется. Ну вот тебе, пожалуйста, продается. Что касается набора, набор я бы не сказал, что прям совсем невыгодный, просто исходя из ценника на машины, если можем разделить этот ценник в 10 тысяч на две тачки-восьмерки, ну и если это считать справедливым, то тогда получается, что танки каждый стоит по 5 тысяч, при этом имеют все открытое оборудование, вы получаете целых 30 штук Х5, которые подходят на любые танчики, ну а значит сможете прокачать себе какую-нибудь веточку с большей легкостью, вы получаете легендарный внешний вид для WZM 112-2 Небесный, который стоит 1450 голды. Ну а что касается внешнего вида для Lorraine 40 тонн, то это тайный свет, который встречается на очень многих машинах и не разрабатывался специально для Лорки. Кроме того, получаете вот этот аватар, но как-то впечатление на меня он абсолютно никакого не производит, ровно как и многие другие, которые нельзя обменять на какие-нибудь там 10 тысяч голды. Что касается приобретения машин по отдельности, то если притягивая за уши как-то можно предположить, что Lorraine, ну понятное дело не 5 с половиной тысяч, но в пятерку можно еще хоть как-то оценивать, то оценивать в 7 с половиной тысяч WZM 112-2, который морально устарел и абсолютно не является интересной машиной, я бы честно говоря не стал. Короче говоря, если и считать этот набор выгодный, то только условно, потому что по справедливости таковым его назвать действительно очень сложно. Что касается WZ-хи. WZ-ха имеет у себя два клона на уровне в отношении орудия, да и во многом остальном машины очень между собой похожи. Это WZ-112-2, герой нашего сегодняшнего видео, 112-й ледяной и WZ-111-й. Спросите в чем разница? Разница в системе бронирования данных машин. Ну и что касается подвижности, то да, здесь безусловный лидер WZ-112-2. Поэтому в принципе можно сказать, что в отношении маневренности и подвижности он самый крутой из этой тройки. В то же время не является самым крутым по бронированию. Здесь я бы поставил лидером 112-го ледяного. Но опять-таки, это все можно оспаривать и каждый имеет право на свое собственное мнение. При этом всем, что касается процента по победам, то WZ-112-2, безусловный лидер, практически 55% по сравнению с двумя другими товарищами клонированными. А именно 49% у 112-го ледяного и 48,7-х, можно сказать, тоже 49% у WZ-111-го. Что касается бронирования. Вот бронирование нашего героя, как видите, не сильно низкий, но в то же время не сильно высокий. Такой себе средний силуэт в отношении высоты самого танка. Есть бронелист верхний, который имеет плюс-минус нормальную приведенную броню, хотя далеко не фонтан, 260 миллиметров там как максимум найдете. Ну а нижний бронелист, хоть не такой уж и большой, но все-таки довольно-таки картонный и выцеливается довольно часто. Что касается башни. Здесь прикольно, классно, во лбу башни нормальная приведенная броня. Тоже самое касается щек башни. Ну и силуэт по башням тоже довольно-таки интересный в отношении верхнего скоса брони. Поэтому в целом довольно неплохо забронировано. Что же касается 112-го ледяного, то здесь немножечко все-таки поинтереснее. Здесь, в принципе, лобовая часть башни забронирована круто, и эта лобовая часть, она практически на всю переднюю часть башни выделяется. Соответственно, здесь можно сказать, что по башне броня гораздо интереснее. С другой стороны, здесь есть вот эти вот командирские лючки, которые можно тоже периодически выцеливать. В то же время, есть более хорошо забронированный нижний бронелист, хотя не панацеей тоже пробивается. И верхний бронелист 285 миллиметров. Ну а что касается ВЗ-111-го, то здесь башня, я бы сказал, от 112-го ледяного. Корпус вообще вот какого-то среднего танка. Особой приведенной брони по верхам. Ну я бы не сказал, что нет, но и особо не назовешь, что да. Потому что в зависимости от того, как повернешься. Ну а что касается нижнего бронелиста, прошивается абсолютно спокойно, средними легкими танками, расположен под таким углом, что прям беда бедовая. Короче говоря, ВЗ-112-2, если взвешивать прям вот всех троих по чесноку, то я бы, наверное, все-таки назвал самым удачным танчиком. Но это мое скромное мнение, многие наоборот хвалят 112-го ледяного. Не знаю почему, там и маневренности, и подвижности чуть меньше, и броня совсем другая. Что касается лорки, забегая наперед, лорку тоже выкатим из ангара, посмотрим, на что она способна. Но пока мы здесь на ресурсе, давайте глянем. По размерам тяжелый танк, по броне легкий, по наименованию в игре средний. Вот такой вот парадокс. Огромный, не сильно подвижный, довольно-таки круто пробиваемый всеми, кому не лень. Что касается бортов, 30 мм, 34 с приведенкой. Что касается лобовой части, то можно вполне спокойно местами фугасы засовывать, довольно-таки круто. Ну а что касается сравнения с другими машинами, то лорка является барабанным танком на 4 снаряда. Таким же барабанным танком на 4 снаряда на 8 уровне является Defender МК-1. Но здесь все гораздо интереснее. Да, меньше подвижность, но лучше бронирование, меньше силуэт. Ну и в целом, я бы сказал, по ДПМу, благодаря скорострельности, гораздо интереснее. Потому что 20, практически 21 секунда времени перезарядки барабана у Лоррейн, с учетом ее размеров и картонности, это действительно очень много. Что же касается Defender МК-1, то здесь, с учетом того, что у него барабан перезаряжается куда быстрее, я бы сказал, на 5 секунд. Ну и, соответственно, возможность реализации данного барабана гораздо проще. Также стоит отметить, что есть еще несколько машин с барабанами, но, допустим, тот же самый Бураск, он имеет 2 снаряда в магазине, совсем другая история. Ну а что касается трехзарядных барабанов, то это Шкода Т-27 и Астрон Рекс, которые имеют немножко разные показатели между собой, но я бы сказал, что и от Лорки существенно отличаются. Кто-то отличается возможностью реализации барабана в отношении времени перезарядки внутри самого барабана, потому что у Шкоды Т-27 всего лишь полторы секунды времени перезарядки между снарядами, тогда, когда у Лорки 2 с половиной. Ну и что касается Астрон Рекса, то здесь целых 3 с половиной секунды времени перезарядки между собой снарядов, но в то же время танк обладает гораздо меньшими размерами, но и, соответственно, менее уязвим на дальних расстояниях и в него тяжелее прицелиться. Ну это, по крайней мере, мое мнение. Что касается вашего, обязательно пишите его в комментариях. Короче говоря, вроде бы и набор есть, вроде бы и цена не кусается, а вроде бы особо и обсуждать нечего. Мало интересного есть в этих танках. Ну что, берем ВЗ-ху и поехали покатаемся. Единственное, что сейчас напялим для пущей красоты. Его легендарный внешний вид, который идет в комплекте, ну и, соответственно, тогда уже ринемся в бой для того, чтобы заценивать машину в том внешнем виде, в котором она сейчас продается. С лоркой такого сделать не сможем, потому что у меня этого камуфляжа нет, а отдельно он не продается. Ну что, поехали. Итак, поехали. Давайте будем начинать с подвижности. Подвижность, если сравнивать с двумя другими, как я уже сказал, клонированными машинами, довольно-таки неплохая. Передвигается приятно, здесь цепляться абсолютно не буду. Вот чисто как для тяжелого танка 8 уровня, с наличием какой-никакой довольно интересной брони, то в целом довольно-таки хорошо все у него получается в отношении того, чтобы куда-нибудь подъехать. Что касается времени перезарядки. 12 секунд это безбожно долго, и какой-то супер крутой альфой он не обладает. Что касается точности. Если полностью свелись, то в целом бьете довольно-таки точно. Но опять-таки, знаете, раз на раз не приходится, и порой бывает такое, что прилетает совсем не туда, куда ты пытался попасть. Сейчас подождем, пока кто-то засветится. Ехать куда-то на амбразуру желания вообще никакого нет. Ну давай еще раз, вылазь. Не совсем понял, как так произошло, но благо в ответ тоже ничего не получаем. Что касается угла склонения орудия вниз. Я бы сказал, что особо приятным его не назовешь. Как видите, угла склонения орудия вниз в принципе нет. Поэтому желательно все-таки отыгрывать на максимум вот таких неровностей, как я сейчас нахожусь. Если будете заезжать куда-то в более неприятные места, типа вот этой вот ямки, допустим, опустившись в нее, вы становитесь абсолютно уязвимы. У вас абсолютно спокойно пробивается башня сверху. У вас абсолютно спокойно пробивается верхний бронелист. При этом все, вы нормально. С этой ямки подъехать наверх и выцеливать того же самого объекта или кого-то подобного уже не имеете абсолютно никакой возможности. Того же самого Крайслера Ка для того, чтобы мне сейчас выцелить, мне пришлось бы опускаться прямо в саму яму. Что касается времени сведения. Ну, крайне долгое. Вроде бы и цифра, ну, не такая уж прям совсем пугающая, чтобы навести страха какого-то. Но, блин, когда ты в бою находишься, постоянно ощущаешь недостачу вот этого показателя. Ну, вот сейчас я все свожусь и свожусь и свожусь, и я уже не дожидаясь прям полного сведения и окончания этого процесса, решил отбрасывать выса второго, ну, просто понимая, что больше времени у меня ждать просто нет. Без сведения. Сейчас на удивление попал, но в основном бьет по краям. Как это работает, фиг его знает. Вот как запрограммировали, так, в принципе, рандомно оно и летит туда, куда хочет. Так, доберу, нет? Нет, не доберу. Даже если бы он сейчас остановился, пока бы я свелся, я больше чем уверен, что выцелить я бы его не смог. Ну что, в принципе, здесь победа. В любом случае, насколько это благодаря нам, Бог его знает, ничего сказать не могу. Мне кажется, что все возможное, что можно было выдавить из этой машины, я выдавил. Но не могу сказать, что я от этого получаю прям какое-то истинное удовлетворение. Не могу сказать, безусловно, что танк прям совсем неинтересен, что в нем вообще ничего нет, что он прям полностью морально устарел. Но, ребят, вот такие вот рандомные какие-то непробития и попадания туда, куда ты не целился, ну, делают неприятно, реально. Это первое. Второе, какой-то унылый и веловатый геймплей. Не получаешь кайфа, вот если бы он хотя бы сводился как-то немножко быстрее, уже хотя бы даже пускай с таким временем перезарядки, ну, хоть как-то было бы интереснее. А так, реально, ну, серьезно, грустно, тоскливо и абсолютно не весело и не задорно. Я такие танки не сильно полюбляю. Есть, безусловно, танкисты, которые любят прям совсем, совсем какой-то флегматический геймплей, при котором вообще никто никуда не ездит. Просто стоишь, медленно сводишься, медленно стреляешь и при этом радуешься. 2400 единиц нанесенного урона, один уничтоженный соперник, при этом знак классности третьей степени. Что касается результативности по фармам. Я бы сказал, что такой результат настрела, это типичная нормальная игровая результативность данной машины. И, в целом, можно рассчитывать при вот таких результатах боя на стандартный, типичный, какой-то такой умеренный фарм, который будет составлять без прем-аккаунта 39-40 тысяч. Ну, это так, приблизительно. Что касается премиум-аккаунта, то здесь, я бы сказал, существенно больше. И это, ребята, обратите внимание, мне не пришлось использовать голдовые снаряды. Ну, а, откровенно говоря, на ВЗ-хе голдовые снаряды я лично использую крайне редко. Мне как-то хватает возможностей базового снаряда. Ну, а в случае необходимости я подключаю дополнительный снаряд. При этом всем, ребят, я бы не сказал, что мы там совсем каких-то крутых результатов дали. Вроде бы и бой неплохо сложился, но обратите внимание, насколько ускакали вперед нашим союзникам, которые занимают первое и второе место в команде по нанесенному урону. 2600 и 2900. Короче говоря, с существенным отрывом мы не то чтобы задних пасем, но и в передовиках значимся исключительно номинально. Что касается технических характеристик по орудию, которые мы не заценили перед боем, но, по-моему, бой и так все показал. Время сведения 5,8. Есть танки, на которых ты играешь с 5,4 и практически этого не ощущаешь, а здесь ты ощущаешь не 5,8, ну а где-то приблизительно 6,5. Это с учетом того, что оборудование у меня в двух слотах установлено на сведение. Что касается разброса, то 0,4. И, как я говорил, с учетом времени сведения разброс не сильно приятен, потому что бросая без разброса, сведенного полностью в нормальный круг, ну, соответственно, не имеешь точности вообще никакой. Что касается урона в минуту, 2000 единиц. Ни о чем, потому что время перезарядки 12 секунд. Пробития 215, и на удивление его постоянно хватает. Периодически даже осколочно-фугасные можно использовать, которые накидывают целых 500 единиц. Ну, а на базовом снаряде 400, что я лично считаю маленьким уроном для такого существенного времени перезарядки цикличного орудия. Обратите также внимание на цифру угла склонения орудия вниз. То есть, минус 6, это типично для всякого рода китайских и советских тяжелых танков. Но при этом всем ты играешь так, как будто бы у тебя максимум минус 4. Как это работает? Как я уже говорил, не знаю. Наверное, как запрограммировали, так и срабатывает. Что касается лорки 40 тонн. Ну, в отношении бронирования, в отношении размера силуэта танка и всего остального, мы уже с вами все обсудили. Что касается орудия, то имея установленное оборудование, имея установленное оборудование на калиброванные снаряды, потому что, в принципе, вентилятор здесь вообще нормально ничего не решает. Да, вы имеете там на полусекунды быстрее время перезарядки магазина, но поверьте, вы этого вообще не заметите. То же самое касается проходимости, скорости поворота башни и других показателей. Так вот, здесь действительно калиброванные снаряды, как не зря поставили. Кстати, здесь у нас, ребят, на целых 11 миллиметров увеличивается уровень пробития на базовом снаряде и составляет 223. На дальних расстояниях, играя на лорке, это действительно существенно. Сейчас объясню почему. Потому что подъезжать на лорке сильно близко к кому-то, это, в принципе, хоронить самого себя заблаговременно. Ты не вытянешь бой, потому что ты сделаешь всего лишь 4 выстрела, которые будешь делать через каждые 2,5 секунды. Наносить всего лишь, ребят, по 225 единиц урона, и при этом всем уйдете на перезарядку на целых 21 секунду. Ну а за это время вам хорошенько морду набьют и отправят отдыхать в ангар. Время средения 3,8, комфортно, нормально, приемлемо. Что касается разброса, 0,321. Можно играть, здесь тоже цепляться не буду. ДПМ ниже уровня плинтуса. Все благодаря вот этому гадскому времени перезарядки магазина и довольно долгому времени перезарядки снарядов между собой внутри самого магазина. Ну а что касается магазина, я уже говорил, 4 снаряда по 225 единиц. Ничего крутого, ничего выдающегося. При этом всем еще и угол слонения орудия вниз минус 8. Даже на неровностях ощущаешь легкий дискомфорт от того, что не можешь нормально прицелиться. Ну а от башни играть, в принципе, сам Боженька нам запрещает, потому что здесь танковать просто нечем. Ну что, друзья, берем машину, поехали, попытаемся затестить. Ну что, погнали. В отношении погнали, ну, как я говорил, не самая выдающаяся подвижность, но в целом она приятная, она интересная, и здесь цепляться не к чему. Катишься действительно классно, в повороты входишь упрямо и правильно. Короче говоря, здесь действительно годно. Что касается угла слонения орудия вниз. Ну нет его, понимаете. Просто нет, вам приходится подниматься прямо на самую горку, выпячиваться вперед своим огромным силуэтом, который светится на дальних расстояниях, как новогодняя елка, и в него прицелиться абсолютно несложно. Что касается игры на данной машине. Не знаю, может кому-то заходит. Мне на лорке тоже периодически хочется выехать из ангара. Ну вот просто как-то, знаете, накрывает. Беру машину и поехал сделать чисто несколько каток. Но играть на ней на постоянку на сегодняшний день абсолютно нет. Эта машина ужасно морально устарела и в современном рандоме практически неиграбельна. Что касается времени сведения. Все классно. Что касается точности вопросов нет. Ну а вот что касается своевременности производимых выстрелов. Вот здесь вопросы есть и очень большие. Дело в том, что вы пока перезаряжаетесь внутри самого магазина, ваш соперник, он спокойненько дальше продолжает движение и, как правило, успевает спрятаться за каким-то зданием, за каким-то укрытием, за тушей уже подбитого какого-нибудь соперника, либо союзника. Короче говоря, успевает куда-то скрыться. При этом вы все продолжаете перезаряжаться. И это действительно очень неприятно. Если бы у него было время перезарядки, я имею в виду, была КДшечка поинтереснее, ну, соответственно, сам танк был бы поинтереснее. Спасибо большое, что загуслил. Здесь реально было очень кстати, потому что я бы его уж точно упустил. Ну а так получилось добрать недобитка. Уходить на полную перезарядку, ребят, это тоже то еще приключение. Понимаешь, что ты выпадаешь из боя на целых 20 секунд, и это действительно очень много. Ну а возвратившись в бой, даже после полной перезарядки, будь готов к тому, что ты не всегда будешь успевать реализовать прям весь барабан. Нет, ну, за какими-то счастливыми случайностями у тебя это получаться будет. Но вот сейчас все, привет. Ремкаемся, ждем 20 секунд, а за это время ребята-соперники будут хорошенько отбиваться от наших союзников. А мы в это время должны прятаться и беречь себя любимых, для того, чтобы можно было выехать и в лучшем случае сделать 3 выстрела. Короче говоря, такое себе удовольствие. Но, как я говорил, многие писали, что ожидали данную машину на продажу. Вот сейчас бы быстрее выстрел сделать, и, в принципе, я бы уже его добирал. Ну а так нет, приходится ждать, и, как видите, опять остается у меня один снаряд в магазине. Причем я не побоюсь его применить, у меня запаса прочности пока хватает. Закину урона и уйду на перезарядку на очередные практически полминуты. Даже ремкаться не буду, не вижу смысла, по одной простой причине, потому что стрелять все равно пока не в кого. Так, частично восстановленное, это, конечно, хорошо. Вот сейчас думаю, стоит мне ремку тратить или не стоит на то, чтобы отремкаться полностью. Вот сейчас приходится переходить на голдовый, потому что базового снаряда, несмотря на то, что вроде бы пробитие неплохое, недостаточно. Но я думаю, что это вопрос не в уровне бронепробития самой лорки, а вопрос в уровне бронирования объекта. Все. Отстрелялись. Блин, я что-то думал, что у меня еще один снаряд есть, не посмотрел. Ну и опять крутится вертис и шар голубой. Пока наши союзники будут пытаться там как-то отвлекать объекта, буду пытаться перезарядиться. Перехожу опять на голдовое, так, чтобы наверняк, как говорится. Да что ж ты, блин, как заколдованный. Не получилось вовремя кинуть в нижний бронелист, отъехал немножко. Ну и у нас победа, заслуженная по большей части, наверное, все-таки нашей командой, нежели нами. Но в то же время, насколько смогли, свой вклад в эту победу сделали. Делать вклад в победу на лорке, с одной стороны, не так уж и сложно, а с другой стороны, очень даже-таки сложно зачастую. Почему говорю именно так? Потому что от боя к бою бои разные. Если у вас получается отрабатывать на каких-то средних и дальних расстояниях, если у вас хватает времени на то, чтобы перезарядились снаряды внутри магазина, если у вас хватает возможности уйти на перезарядку полностью всего магазина, то тогда вы сможете накидывать довольно неплохой средний урон за бой. Но если вы, ребят, находитесь где-то прямо в гуще событий, то там на это у вас возможности не будет. 2500 единиц урона, 3 уничтоженных соперника, благодаря тому, что это барабан и можно добирать недобитков. Что касается нашей результативности в отношении заработка серебра, то без прем-аккаунта 35700, с учетом того, что я потратил практически 10 тысяч на пополнение боекомплекта в виде голдовых снарядов. Что касается фарма с прем-аккаунтом, то, как видите, 62 тысячи. Голдовые снаряды периодически использовать придется, хотя вроде бы пробитие неплохое, но сталкиваясь с тяжами, которые неплохо забронированы по типу объекта 252-го У, ну, уж простите, придется раскошеливаться. Что касается результативности по команде, то здесь, как вы видите, без существенного отрыва у нас есть один союзник, который нас обскакал в этом показателе. Мы же задних не пасли, но будьте готовы к тому, что в каждом бою давать такие результаты у вас будет получаться далеко не всегда. Лорка очень неживучая, и если вы не умеете играть на легких танках, а я бы сказал, не умеете играть на огромном, большом, довольно-таки заметном легком танке, ну, соответственно, лорка 40 тонн явно машина не для вас. Мое дело показать танки такими, какие они есть на самом деле. И я побежал снимать специально для вас следующее видео, которое, скорее всего, будет посвящено тем танкам, которые появились на продаже на новогоднем аукционе. Если вы хотите ничего не пропустить, подписывайтесь на канал прямо сейчас, ну, а уж тем более, если вы за честность автора на его канале. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.